здравствуйте дорогие друзья я очень рад приветствовать вас на очередном выпуске программы forex live talk студия и ведущий дмитрий кучер в сегодняшнем выпуске поговорим с вами про казахстанскую экономику и про национальную валюту казахстана тенге у меня в гостях роман шевченко это аналитик и эксперт академии фиба групп и компании фиба групп с которым мы поговорим сегодня по этой теме и на очень надеюсь что постараемся обрисовать основные цели и ориентиры по национальной валюте казахстана тенге и поговорим о перспективах развития экономики казахстана на первый квартал 2016 года здравствуйте роман здравствуйте внутри ну как слышали да соответственно сегодня мы постараемся немножко обрисовать для всех заинтересованных в чем точнее основные перспективы развития экономики казахстана на первый квартал 2016 не будем забегать далеко и о конечно нельзя не зацепить национальную валюту сегодня на сегодняшний день она достаточно скажем так находится под давлением в частности из-за цены энергоносителей энергоресурсы поэтому давайте начнем с основных скажем так перспективы основной точнее текущей ситуации в экономике казахстана и дальше уже по по ходу действиям на обрисуем какие перспективы по экономике по экономике казахстана и по национальной валюте да ну если начинать естественно состояние экономики то к сожалению будем откровенно говорить ситуация не очень хорошая даже скорее всего достаточно сложно эксперты компании bloomberg рассчитали индекс самых слабых экономик в частности двумя главными критериями этого индекса является уровень инфляции ну и естественно конечно же безработицы к сожалению развивающиеся экономики демонстрируют не совсем точные цифры по уровню безработицы поэтому основной все таки акцент был сделан именно на инфляции вот именно по этим двум показателям экономика казахстана как раз и закрыла у нас первую десятку то есть является десятой экономикой в мире из 63 которые входят в этот индекс по состоянию самой слабой экономики соответственно мы с вами прекрасно понимаем знаю вот эти данные с этого индекса что экономика находится в очень и очень сложной ситуации естественно я думаю ни для кого это не секрет что ключевым фактором или же одним из основных драйверов снижения экономики ну естественно и национальной валюты это является низкие цены на нефть и вот так вот вкратце хотел бы описать реальную ситуацию реальную картину в экономике казахстана хорошо но какие варианты как экономика как власти может возможно казахстана планируют выходить из этой ситуации или же стоит действительно ожидать точнее надеяться на рост цен на энергоресурсы для того чтобы ну скажем так выйти на путь роста является ли это единственным сейчас вариантом для того чтобы экономика действительно начала показывать какие-то более-менее стабильные результаты но будем говорить откровенно власти казахстана это наверно одна из тех стран стран постсоветского пространства которое зависит если мы говорим об экономике которые конечно же зависят от цены нефти это одна из тех немногих стран которые наиболее длительный промежуток времени ждала именно роста цен на нефть этого не произошло и уже на сегодняшний день мы не видим смысла ну и в принципе уже по действиям власти казахстана мы также понимаем что и они не видят смысла ждать поднятия существенного поднятия цен на нефть поэтому идет некая такая трансформация экономики если ранее естественно был ориентир основной ориентир именно на экспорт энергоресурсов это в принципе естественно и нефть и газ то на сегодняшний день достаточно большое внимание и акцент ставится на металлургии если еще 2014 году экспорт от энергоресурсов составлял около приносил около 50 процентов там немного меньше в бюджет то на сегодняшний день мы с вами видим что эта цифра упала до 25 процентов при этом в это же время хочу обратить ваше внимание на то что именно экспорт от металлургии увеличился с шести с половиной практически до 12 процентов соответственно мы с вами прекрасно понимаем что делается неплохой акцент серьезный акцент именно на экспорт металлургии в большей степени это идет речь о цветной металлургии но тем не менее сектор металлургии на сегодняшний день для экономики казахстана является также ключевым но к сожалению хочу отметить и тот факт что цены на металлы также снижается на держать если мы не говорим о банковских металлов что касается там к примеру того же золото то в последнее время мы наблюдаем обратную динамику резкий рост но к сожалению казахстан не может похвастаться большими запасами золота и над по добыче поэтому имея тот факт что сырьевые ресурсы снижаются это как и энергетический сектор так и металлы ситуация в экономике казахстана в ближайшие ну как минимум тот же самый первый квартал будут достаточно пессимистичными но большинство крупнейших банков мира прогнозирует рост экономика казахстана в 2016 году в пределах двух процентов с одной стороны мы можем естественно согласиться с особенно с рейтинговыми компаниями с крупнейшими банками мира но при этом необходимо четко понимать какой уровень цен на нефть закладывался при этом прогнозе если же речь шла к примеру о цене в 50 долларов за баррель которая была еще примеру там в середине 2015 года то это вполне логично и как бы достаточно реалистичные прогнозы но мы с вами знаем прекрасно что примеру добыча средняя стоимость добычи нефти в казахстане находится 28 от 27 до 28 долларов соответственно цена на рынке в 30 31 доллар является но то чтобы критично а даже скажем убыточной для экономики казахстана поэтому рост цен минимум к отметке в 40 50 долларов еще может гарантировать двухпроцентный рост экономики казахстана если же цена на нефть будет оставаться ниже 35 40 долларов говорить о росте экономики мы сожалению точно не сможем лучшем случае это будет умеренное снижение или же нулевой показать ну кстати со времени нашей прошлой встречи это было в сентябре месяце да мы как раз тогда видели отметку где-то в районе 50 52 долларов за баррель а уже тогда вы обрисовал обрисовали достаточно такие нерадужные перспективы для экономики казахстана но при этом был прогноз нефти насколько я помню порядка 45 долларов да мы обсуждали отметку 40 45 долларов я говорю что приблизительно этот уровень является минимально критично минимальным для казахстана снижение ниже приведет к очень таким критичным последствиям собственно то что мы с вами и к сожалению валюта национальная валюта тенге очень очень сильно девальвировала за именно 2015 вот если еще в 2014 году да и в первой половине 2015 года правительство сдерживала искусственно обвал национальной валюты тоже с сентября там чуть раньше с августа месяца было принято решение произвести такую некую девальвацию искусственную девальвацию в таком контролируем плавание но все-таки она произошла и дальнейшая девальвация без роста цен на нефть выше 45 а то и 50 долларов за баррель будет гарантирована кстати многие эксперты сводятся к тому мнению что цены на нефть в ближайшее время не будем демонстрировать существенного роста а ну здесь можно согласиться или не согласиться это как бы любом случае прогнозы как правило делание не совесть не всегда было благородно то есть вопрос лишь заключается в том что мы видели снижение цен на нефть более чем в два раза за на протяжении одного года точно такой же рост цен точнее точно такая же динамика только в противоположном управлении может произойти за такой же период времени вопрос лишь в том что в любом случае те цены на нефть которые мы видим я об этом говорил и буду говорить что они в любом случае это спекуле носит спекулятивных фактов не происходит никаких прям возможностей кардинальных существенных изменений на нефтяном рынке но да иран вышел соответственно как бы связи с тем что были сняты санкции саудовская аравия заявила о том что она не собирается сокращать добычу нефти только на наращивать но так или иначе потребление энергоресурсов в частности нефтяных да сплесна в мире не не существенно сократилось то есть увеличивается даже увеличивается тем минут то есть это ведет я я говорю к тому что надеяться на рост цен и скажем так и видеть перспективы роста цен на на нефть частности но я думаю что можно потому что так или иначе все понимают и власти казахстана и мы говорим и говорили про российскую экономику тоже которая также зависима от цен на нефть то есть все понимают что низкий низкая вот это вот цена она критична для многих для ну скажем так для некоторых экономик которые очень сильно энергозависимы вот этих нефтяных долларов поэтому как бы подводя итог того что я сказал то есть мы можем все-таки говорить о том что цены на нефть могут расти в ближайшей перспективе но опять-таки сколько выдержит экономика казахстана в частности так как мы про нее сегодня говорим а вот эту вот низкую стоимость нефти если она будет падать все-таки ниже ну там районе 25 20 долларов то не окажется ли это вот действительно вот тем критическим фактором который но может привести к дефолту экономики ну в частности казахстан ну а дефолт еще говори достаточно рано золотовалютные запасы достаточно серьезно у казахстана но я очень что мы видели небольшую скажем так коррекцию по ценам по ценам на нефтью в район до 30 там 3 31 доллара но опять-таки наблюдается некая тенденция на снижение где мы увидим дно и будет ли она в районе 20 долларов это как раз вопрос но я в одном из аналитических обзоров описывал и постарался фундаментально объяснить почему рынок нефти с очень низкой вероятностью сможет опуститься ниже 24 25 долларов за баррель где-то в этой области я ожидаю все-таки увидеть пусть это будет не очень такой пессимистичный вернее оптимистичный прогноз да для большинства особенно для экономик которые зависят от цены нефть но это отметка в 24 25 долларов за баррель является критично в первую очередь для саудовской аравии потому что неоднократно уже обсуждалось то что они не готовы продавать нефть с наценкой менее чем 7 долларов соответственно мы с вами знаем что уровень цен над средняя на добычу нефти саудовской аравии приблизительно находится около там 7 10 долларов соответственно если мы в 10 долларов прибавляем еще отметку 7 около 7 долларов мы получаем 17 18 долларов и при этом мы прекрасно с понимаем что есть риск есть спекулянты и есть естественно стоимость доставки нефти все эти факторы учитывая я понимаю что отметка в 24 25 долларов является минимально допустимой ценой за которую самый крупный скажем так поставщик нефти будет готов ее реализовывать соответственно достижение даже отметки в 24 25 долларов уже является критично для казахстана так как средняя стоимость добычи нефтью в казахстане находится в диапазоне 27 до 28 долларов уже ниже себестоимости соответственно если же цена на нефть будет находиться даже у отметки в 30 долларов за баррель то по большому счету бюджет казахстана уже не будет получать прибыли уже не будет идти прибыль крупнейшим производителям нефти и соответственно это уже является очень 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 сильным фактором который оказывает давление на экономику при этом хочу обратить внимание на то что я действительно в среднесрочной перспективе возможно уже к лету текущего года мы с вами знаем что именно в летний период происходит наиболее активный спрос на нефть естественно в зимний период в период отопления и плюс лето это сезон отпусков в штатах а штатам с вами называем это крупнейший потребитель нефти на сегодняшний день поэтому летом могут возобновить рост цен на нефть если же до лета цена не будет опускаться ниже 30 долларов за баррель будет находиться у тех отметок где мы сегодня видим это 30 35 долларов пусть 34 доллара в этих ценовых диапазонах то скорее всего существенных таких глобальных изменений в сторону ухудшения в экономика казахстана не произойдет но если же цена пусть они же 30 к отметкам 24 25 долларов и продержится минимум несколько месяцев три-четыре месяца сам первый квартал то к сожалению мы с вами будем наблюдать очень активное ослабление казахстанской валюты где сегодня мы видим с вами отметку в 360 плюс минус несколько тенге за доллар и приблизительно около там 400 405 тенге за евро соответственно мы с вами прекрасно понимаем что с высокой степени вероятности девальвация продолжится без искусственного удержания курса девальвация будет продолжаться но есть и такие некие положительные факторы то что при первой такой коррекции по нефти при первом уже росте цен на нефть мы видим соль на укрепление это касается и российской валюты в принципе это касается и казахстанского тенге до тенге реагирует более сдержанно на укрепление цен на нефть почему потому что фондовый рынок казахстана все-таки намного ослабее намного меньше нежели то же самый российский фондовый рынок но выход цены выше 40 долларов за баррель как минимум может стабилизировать ситуацию но естественно привести к отсутствию дальнейшего девальвации девальвация в любом случае будет я вам и в сентябре говорил она к сожалению будет это неизбежный фактор дальнейшее ослабление национальной валюты будет что касается российского рубля что касается казахстанского тенге здесь ситуация одинаково будет все зависит от того какие будут цены не если же цена цене на нефть удастся немножечко скачать вверх ну как минимум выше 40 долларов за баррель это сразу же станет сигналом замедлению темпов роста ну или же темпом роста девальвации поэтому вот такая ситуация здесь необходимо понимать что замедлением темпов роста экономики будет девальвация будет но все зависит от темпов если темпы роста девальвации будет низкие замедление экономики будет умеренным естественно это очень сильно не отразится уже основная часть основной этап пройден основе этап овала экономики естественно курса произошел поэтому дальнейшие умеренные темпы будут для населения достаточно таким мягкими до и массовер с первым вот этим шоком поэтому следим внимательно за курсом за ценой на нефть я также стараюсь оптимистично смотреть на этот рынок но все-таки еще к сожалению есть риски дальнейшего снижения но и что касается вопроса по тому высокий ли на сегодняшний день спрос на нефть естественно высокий по отчетам из китая мы с вами видим что спрос по отношению по периоду 2015 года существенно вырос там рост составил более 8 процентов по сравнению с четырнадцатом годом соответственно говорить о том что нефть обвалится под силой фундаментальных факторов мы к сожалению не можем мы прекрасно понимаем что это спекулятивный фактор и скорее всего даже фактор некой холодной войны между определенными государствами поэтому ослабление цен и так скажем снижение цен на нефть это и спекулятивный и скорее всего краткосрочный фактор и мы уже но я надеюсь к середину лета может быть сентябрю увидим цен уже выше 40 долларов за баррель ну в любом случае все что происходит на рынке она имеет как определенный цикличный характер то есть так или иначе цены на ту же нефть они не могут двигаться в одном направлении достаточно долгое время поэтому где-то наступит тот момент когда либо мы увидим замедление снижения либо начало разворота и соответственно уже рост цен на нефть соответственно ну то же самое касательно того же того же золота например да который мы сейчас видим в районе там тысячи по моему ставили что такого уже намного выше уже немного выше ну то есть вопрос в том что и цены на золото и цены на нефть это те основные как бы на моменты которые так или иначе принимаются в расчете скажем так для перспективы развития экономики казахстана любых других государств немножко еще про рост ввп вы говорили что по прогнозам скажем так некоторых экспертов ожидается рост ввп казахстана в 2016 году в пределах 2 процентов основным фактором как вы упомянули будет опять-таки зависеть все будет зависеть от цен на на нефть какие еще если вы можете отметить помимо вот нефтяной темы которая сейчас является такой красной нитью проходит практически во всех во всех аналитических обзорах какие еще может быть есть факторы которые могут повлиять на улучшение показателей роста ввп по казахстану но казахстан на сегодняшний день экономика казахстана и в принципе правительство казахстана особенно в канун предстоящих выборов делают акценты серьезный акцент на три сектора первое это естественно энергетически нефть и газ который на сегодняшний день более 25 процентов приносят в бюджет соответственно второй сектор это металлургия в большей степени мы говорим непосредственно о цветном металлургии но тем не менее берем так общий показатель как металлургии вот именно металлургия на сегодняшний день является одним из таких козырей в рукаве да если так сказать для экономики казахстана темп роста экспорта именно металлургического сектора и захвата доли рынка для именно мы говорим о общем экспорте казахстана увеличился с 6 небольшим процентов до практически 12 процентов соответственно мы видим что рост этого направления идет ну и вторым даже третьим таким сегментом для именно внутреннего развития экономики это аграрность до экономика казахстана практически сложно ее назвать крупным там экспортером спортером до аграрная продукция но тем не менее это направление развития именно аграрного сектора является очень важным фактором для предоставления раб рабочих мест поэтому наполнение сокращение уровня безработицы является для сокращения уровня безработицы является одним из ключевых факторов это развитие аграрного сеть поэтому если мы увидим с вами рост цен на энергоресурсы в частности нефть и газ также за этим обязательно пойдет рост цен и на металлургию все эти два сектора позволят наполнить или как минимум стабилизировать ситуацию с бюджетом ну и конечно же развитие аграрного сектора позволит бороться с очень серьезными проблемами на уровне безработицы и таким образом вот эти три ключевых сектора для экономики казахстана могут замедлить темпы снижения и возможно даже привести к неким таким росту до 2016 мы слышим прогнозы там до двух процентов на 17 уже более оптимистично до там трех процентов вот такая ситуация что касается экономика казахстана можно ли назвать вот сейчас текущую ситуацию в экономике так мы видим сейчас достаточно низкую ресурсную базу в казахстане можно ли назвать эту ситуацию достаточно привлекательной для привлечения инвестиций для иностранных инвестиций то есть мы понимаем что низкие цены соответственно это девальвация национальной валюты то есть это все как бы низкие цены на энергоресурсы девальвация национальной валюты соответственно я так понимаю что происходит также падение цен на рынке в том числе недвижимости и далее это все может так или иначе привлекать инвесторов которые хотят вкладывать деньги вот экономику которая находится сейчас как раз на пути роста можно ли сейчас разговор говорить о том что экономика казахстана привлекательный такой является привлекательной для иностранных инвестиций но на самом деле достаточно сложно назвать экономика казахстана сверх привлекательной и потому что есть азиатские страны ряд азиатских стран которых налоговая реформа намного лучше допустим привлечение инвестиций в безналоговые государства всегда все-таки были более приоритетными нежели те же самые если речь идет об казахстане но есть и большой плюс у казахстана особенно если сейчас будем говорить о столице да об алматы то мы прекрасно с вами понимаем что есть ряд это свободных экономических зон в целом принципе в казахстане этот фактор позволяет существенно увеличить объемы привлечения инвестиций в частный сектор именно речь идет не о банковском секторе как достаточно большое количество экономик пытается привлечь на инвестиции в банковском секторе то в данном случае речь идет о частном секторе соответственно металлургия является одним из наиболее привлекательных секторов экономики который как мы с вами уже обсуждали увеличил объем экспорта практически вдвое соответственно есть определенный уровень привлекательность экономики но говорить о том что какие-то знаете сверх такие условия и ждать достаточно серьезный приток иностранного капитала но я к сожалению об этом говорить не могу и это маловероятно умеренный рост умеренный приток да но к сожалению в общей ситуации казахстана когда мы видим достаточно активную девальвацию национальной национальной валюты то здесь любой инвестор будет видеть скорее всего риск для своих инвестиций так как вкладывая в эту экономику любой инвестор прекрасно понимает что доход он будет получать именно в национальной валюте соответственно риск при конвертации уже в иностранную валюту будет достаточно большим поэтому делать акцент именно на высокой привлекательности экономики в плане инвестиционной привлекательности я бы не стал ну что ж посмотрим 2016 год у нас только начался мы буквально находимся на на старте поэтому посмотрим что будет происходить в ближайшие месяцы очень надеюсь что я думаю что многие надеются что цены на нефть все-таки продемонстрирует пусть незначительный нарост это опять-таки боль будет хорошим сигналом для экономики казахстана и для национальной валюты казахстана тенге на укрепление как говорится поживем увидим спасибо роман было очень приятно с вами пообщаться я напоминаю в гостях у меня был роман шевченко аналитика эксперт академии фиба группы компании фиба группы и сегодня мы говорили про экономику казахстана и частности про национальную валюту казахстана тенге и про перспективы на первый квартал 2016 года я еще раз всех благодарю за внимание желаю всем хороших и профитных сделок всего доброго зарабатывать а